Миллиарды из госбюджета и сотни миллионов из краевой казны. Власти помогают аграриям по многим пунктам. Поддерживают и молодые семьи, и начинающих фермеров. На молоко 3 миллиона 156 тысяч получили. На несвязанную поддержку 1 миллион 800. Ну и санаторно-курортные путевки у нас там 17 человек отдыхать будет. Ну еще где-то полмиллиона. Чуть побольше. Чуть больше в свой бизнес вкладывают сами предприниматели. Например, отец и сын Переверзев. Вот они проверяют посевы свеклы вместе с председателем ЗАГС Собрания Александром Романенко. Эта семья агрария вкупила своему кооперативу Бурановский новую машину для опрыскивания посевов инсектицидами и удобрениями. Это лишь малая доля вложений. Я работаю 7 лет председателем в этом хозяйстве. Вот за 7 лет вложено только в покупку техники, в строительство более 200 миллионов. Тем не менее, чиновники при любом удобном случае стараются подчеркнуть значимость госфинансирования для аграрной сферы. Вот и начало сезона вышло удачным, потому что... Вовремя была представлена государственная поддержка для проведения весенних полевых работ, где возможно было закупить и ГСМ, и запасные части, и семена, и удобрения, и средства защиты. Соответственно, и технику приобрести. Аграрии благодарны, конечно, но назвать условия субсидий безупречными не могут. Мешают нестыковке закона и реальных условий. И зависит все часто даже не от людей, а от местного климата. Единственное, что меня вопрос смущает, да, вот есть вот там при расчетах субсидий рекомендованные нормы высева. Вот, допустим, ячмень, там не менее, не менее 180 килограмм надо высевать. А есть вот сорта, допустим, шестирядные, которые надо по норме высевать, в наших условиях, 130 килограмм. Все правильно. Все правильно. И все же завершающиеся весенние полевые работы признают удачными. Посадка сахарной свеклы и гороха почти закончена. Другие культуры посеяли уже больше, чем наполовину. Проблема только одна. Ну, за май месяц ни одного, вот 2 миллиметра, 2-4 миллиметра выпала сашка в этом году. И в апреле всего-навсего 27 миллиметров. Сухая земля, недостаток влаги пока еще не критичны, но напряжение среди специалистов заметно. Говорят, в ближайшее время необходимы очень хорошие дожди. Правда, такие субсидии можно попросить пока только в одном министерстве. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует...